всем привет мы сегодня пойдем к педиатру ждем нашу бабушку точнее прабабушку она пойдет с нами потому что последнее время стало тяжело ходить одной поликлинику потому что лизка не лежит в коляске в основном бабушка катает коляску я держу лизу на руках коляску берем для того чтобы мало ли вдруг она уснет после приема и мы туда положим и может быть погуляем вот не знаю вы еще не брать краску нет но бабушку я уже позвала она скоро придет и пойдем в театр сходим узнаем наш вес и рост на улице дождь коляску брать не стали я пришла сегодня с бабушкой бабушка пошла за зонтиком мы его забыли только вышли на улицу и вспомнили что указывается нам надо зонтик лизе не нравится кофта и шапка и запустим а нам сейчас заходить минут через десять наверно опять придется будить ребенку пока моя сладкая булка спит хочу вам сказать как мы сходили к педиатру вот мы совсем недавно нам пришли в принципе это самый обычный такой прием ежемесячные врача но я скажу про вес и про рост потому что как только мы уходим из педиатра я всегда скажу про это сбывай сейчас я помню поэтому на память оставлю здесь во влоге короче рост у нее 61 сантиметр вес 5300 мы посчитали с педиатром она первый раз за месяц набрала почти килограмм можете нас подарить в первый месяц она набрала 500 грамм во второй месяц 400 грамм и наконец-то в третьем месяце почти килограмм ура можно успокоиться пока что я сказала в педиатру о том что мы уезжаем точно переезжаем спросила может быть какая-то там карточка у лизы есть чтобы забрать чтобы потом в пойти в ту поликлинику и как бы показать нашу там историю врачей которые мы проходили не проходили она сказала что сейчас все электронно лиза в моем детстве может быть и в вашем тоже те кто смотрит сейчас это видео были такие карточки бумажные обычно такие карточки у меня даже до сих пор это карточка на балаконе где-то валяется вот я ее как-то забирала из детской поликлиники вот сейчас такого нету по крайней мере у нас надеюсь что туда куда мы приедем там не понадобится эта карточка потому что будет не очень классная ситуация наш педиатр сказала что сейчас типа все электронно и карточка не нужно надеюсь что так и есть короче вышли мы с автокреслом погулять думали будет лизка сидеть здесь чтобы ну привыкалась равно к автокреслу но нет и только посадила сюда она сразу начала хныкать дала и грызунок чтобы она чуть беспокойнее была погрызла было потому что дома она нормально катается в этой кресле и грызет грызунок на улице она не стала сидеть захныкала походили с ней посмотрели цветочки тут у нас в клумбах растут такие красивые цветочки возле дома вот сейчас идем за дом немножечко тоже погуляем и пойдем уже домой укладывать и спать девочки и мне пришел заказ из детского мира давайте его откроем и посмотрим что мне тут пришло этот уже почти скрылась вот эту упаковку вскрою и покажу вам сказала такой комбезик он был по акции всего лишь за 690 за 599 рублей 74 размера у нас есть точно такой же только серый сзади такой динозаврик здесь вот ушки по моему хвостик да тут еще короче он мне очень нравится потому что он на замочке очень удобный поэтому советую и вот такой костюмчик это тоже 74 размер лиска сейчас у меня носит 68 но скоро я думаю уже оденет 74 у нас нет вообще висели 74 размера поэтому заранее закупаюсь вообще топчик тоже по-моему стоили нет они не судно сидят рублей они по акции по моему с 300 и взяла или даже за то есть 4 курс не помню вообще мне очень нравится продолжение детского мира потому что там очень часто есть скидки и в приложении по моему дешевле даже покупать чем в самом детском мире поэтому мне все очень нравится как раз на кофточка классно штанишки и я очень довольна мы пришли к моей маме к лизиной бабушке а лучше собираться на самом деле здесь гулять мне надо было сходить для детского мира купить лизе одноразовые пенки мы закончились немножко погулять в мегапарке опять потому что сегодня суббота у нас такая уже знаете менее традиция что и такое случилось все получилось так что я сегодня позвонил с утра маме не сказала ей о том что мы идем к ней просто начала выходить из дома позвонила маме скажу что вот мы идем к тебе она еще только спала и как только я ушла из подъезда лиза конечно же проснулась так что я дошла до мамы и мы сходили погулять с оскаром это выглядело так что нам будет гулять собака и я иду хочу одной рукой коляску в другой руке у меня лиза короче это максимально неудобная была прогулка с мам ушла в пекарню мы хотим позавтракать и потом будем гулять либо пойдем к нам в гости ура еда дитяной дитяной айди ты лоди ты лоди кранатка зая самый-самый прекрасный самый-самый красивый самый-самый великолепный лиза с бабушкой и звездочкой мы пришли домой пока с Лизкой я быстренько хочу попить чай и делать себе маникюр потому что мы уже во вторник уезжаем и сегодня суббота у нас еще очень много не водяна спирать вещи поэтому сегодня хочу сделать без коммуникации надеюсь успею мама говорит снимай нас мое счастье счастье с ней играют давай давай за лапку я пчелка жужу 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 лиза так мило ручку свою держит короче девочки можете нас поздравить мы купили билеты мы едем на поезде не на самолете ехать нам около 30 часов почему едем на поезде потому что у нас собака собственно из-за нее мы и решили ехать именно на поезде потому что как оказалось она у нас очень длинная и не влезает в салон самолета мы не очень хотим перевозить собаку в багажнике самолета то есть это смесь с чемоданами как я понимаю либо там есть какой-то отдельный отсек в любом случае там нет людей и там она будет одна по моему два часа или даже два с половиной ну вообще не суть просто мы не хотим сдавать нашу собаку в багажник я очень переживаю и очень боюсь поэтому мы лучше поедем на поезде мы специально скупили все купе потому что у нас ребенок у нас грудной грудной ребенок у нас с собаком и кстати купе специально с животными которая вот если кто не знает что есть какие-то специальные купе то вот я вам говорю что да есть специальные такие отдельные вагончики где можно именно с животными можно просто купить одно место и скорее всего кто-то рядом с вами тоже поедет со своим питомцем короче ну это круто то что на поезде как-то нет особых каких-то параметров типа что собака должна весить столько что собака там должна быть такая 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 нет то есть как бы единственное что нужно это переноска обязательно вот кстати по поводу переноски Фиса у нас не влазила ни в одну переноску в обычный контейнер ну я не знаю как ее называть просто я не разбираюсь переноску потому что у нас ее никогда не было и мы купили переноску в рюкзак я вам оставлю ссылку в описании она очень классная наша собака по моему 60 см в длину ну что-то такое не помню точно и вес у нее 6,5 кг и вот эта переноска прям влезла если кому интересно то вот посмотрите по ссылке в описании очень классная переноска мне она очень понравилась она выдерживает Фису не проваливается никак внизу то есть да ну как бы рюкзак то есть он прям такой квадратненький аккуратный я вам чуть попозже покажу когда Даня придет да он сейчас просто ушел попрошу его засунуть Фису в эту переноску и вам покажу как это все выглядит но выглядит на самом деле прикольно еще вам скажу почему мы все таки решили взять купе полностью ну вот потому что у нас собака да как я уже объяснила и потому что все таки у нас Лизка грудная и если вдруг представляете такая ситуация к нам заходят два мужчины или даже один без разницы просто вот едет вместе с нами в купешке мужчина и как кормить Лизу это вообще я не представляю потому что она ну постоянно на груди и постоянно прикрываться там ночью она может плакать когда там менять подгузники то есть менять пеленки то есть короче это максимально неудобно и поэтому мы все таки решили облегчить себе путешествие чтобы не было оно таким некомфортным мы решили все сделать как надо поэтому мы все таки решили взять купе кстати полностью купе у нас вышло не очень дорого то есть там когда нажимаешь кнопочку выкупить все купе там какая-то скидка дается поэтому если что имейте ввиду покупали мы на сайте РЖД билеты мы пришли в Мегу здание с Лизой и вообще пришли сюда за одноразовыми пеленками но решили покушать напоследок так сказать вкусные точки потому что там куда мы едем нету ни вкусные точки ни кекси ни бургер кинга поэтому решили тут наездку Лиза немножко покапризничала Даня ее взял походил с ней на ручках я в это время доела и теперь опа короче хотела вам сказать про очень классную комнату для кормления ну ладно тебе что такое я туда зашла но там еще были женщины там получается несколько женщин пускают в эту комнату хотя она закрывается сейчас снова туда пойду потому что нужно поменять подгузник Лизе и если там никого не будет то сниму вам эту классную комнату она мне реально очень понравилась я только первый раз видела я забыла взять Лизе подгузник запасной поздравьте меня короче вот такая комната единственный здесь минус то что здесь может спокойно зайти мужчина только что выходил передо мной мужчина тут есть микроволновка раковина детская такая тут короче есть чистые пеленки дела и вот тут есть короче диванчики для кормления можно лечь и покормить короче очень классная комната мне прям очень понравилась единственное нет санузла чтобы например маме сходить но это уже такое второстепенное лиза скажи всем привет какой пупс я тебя снимаю во влог мы пришли домой пока я переодевалась да они просто улегся и они спокойно лежали с Лизой я не знаю у вас какая-то наверное связь с Лизой иногда иногда конечно она истерит ну и у меня тут на ручках конечно истерит да но сегодня тебе больше нравится у папы конечно тусить на ручках ой эфиса ой эфиса красотка наша Лиза почему-то короче начала вот так вот губки поджимать что-то я вообще не понимаю что за прикол такой нормально это или нет мне сегодня Даня сказала я даже как-то не замечала вот сейчас только поняла что в последнее время она постоянно вот так вот делает губки вот опять что за прикол у Лизы новый кто знает напишите в комментариях доброе утро время всем утром воскресенье сегодня мы уже проснулись сейчас будем собирать вещи они сейчас ушел гулять с Фисой Алишка решила немножко еще поспать вот сейчас мы будем собирать вещи которые поедут по посте потому что у нас не все как оказалось влазит в чемоданы и будем потихоньку собирать чемоданы уже во вторник уезжаем рано утром нам нужно будет задать во вторник квартиру потому что мы ее здесь снимаем скорее всего мы с Лизой и с Писой пойдем к бабушке с самого утра она тут у нас недалеко живет а Даня будет заниматься сдачей квартиры и потом мы уже естественно все поедем на вокзал с поезд у нас в два часа дня поедем где-то в двенадцать короче осталось тут нам в Питере всего лишь два денька два с половиной сегодня в понедельник завтра у нас тоже куча дел надо сходить в МФЦ мне нужно узнать про пособие я тут подавала на пособие завтра последний день они мне кстати так и не перезвонили из МФЦ завтра последний день когда они должны мне позвонить поэтому надо будет самим короче подойти узнавать все будет очень обидно если мы не успеем получить пособие до нашего уезда вот но я очень на них рассчитываю потому что мы вообще никаких пособий не получаем ежемесячных то есть это только единоразовое такое пособие и если мы его все таки получим то я вам обязательно расскажу что это за пособие как его получить и сколько вы поняли просто наши сборы так короче данный чемодан это мой я еще не собирала эта коробка полностью отправляется почтой эта коробка относится маме тут у нас полный бардак это все тоже надо короче прибрать разбирать а еще кстати я себе сделала маникюрчик только что на одной руке на второй пока нет только один палец один ногой точнее так что вот сейчас надо будет еще сделать себе доделать маникюр и вечером я еще пойду на педикюр короче дел офигеть сколько много я только что сходила на педикюр все пошло очень классно Лиза поначалу бодрствовала когда мы только пришли я с ней посидела немножечко она у меня на желудочке полежала я была так полулежа что ли ну больше синяя но немножечко так спина назад короче она немножечко пободрствовала я ей показывала там такие обои красивые у этой девушки были а потом в итоге я взяла в грудь она уснула и проснулась уже под конец процедуры он не забрал Лизку то она капризница Даня мне купил тут что-то вкусненькое в KFC потому что мы сейчас уже не готовим так как нам уже уезжать через один день чтобы ничего не оставалось никаких продуктов мы короче как-то так питаемся в последние дни Лиза просто просто здравствуй просто как дела даже даже Лиза отрекнулась отжим прикольная переноска мне очень нравится а то она не проваливается а то она не проваливается а то она не проваливается и сколько весит на 6 кг ой что что нервничаем всем спасибо за просмотр ставьте лайки пишите комментарии всем пока пока Субтитры сделал DimaTorzok